Дорогие друзья, здравствуйте! Это программа Сила Слова. Я Ташинов Максим. И в этих программах сегодня речь пойдет о владычестве Божьем в верующем человеке. Я также хочу поблагодарить всех партнеров программы Сила Слова, которые своими откликами, своими письмами, молитвами и своими даяниями всячески поддерживают служение этой программы. Слава Господу за каждого из вас, и пусть Господь обильно благословит всех вас! Дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы сейчас открылись с вами в послании к Ефесянам, святого апостола Павла, первую главу, и я хочу прочитать вам 17 стиха. Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи и сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Как безмерно ничем не ограничено, «Безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Апостол Павел говорит о том, что в верующих людях есть вложено, даровано величие Божьего могущества. Оно вложено в верующих людей и находится в верующих людях. Но из-за того, что верующие люди не имеют откровения, не имеют понимания об этой сфере христианской жизни, они могут испытывать то, что Писание называет недостатком или неполнотой. Есть полнота Божьего благословения, которую Бог желает воплотить, осуществить в жизни своих детей, в жизни тех, кто верует в Иисуса Христа. Но оказывается, церковь Ефеси, которая, по словам историков, была удивительно благословенной церковью, стремительно растущей, они проповедовали Евангелие по всей Асии. Приблизительно, христианские источники говорят о том, что церковь Ефеси, которую начал апостол Павел, когда нашел там всего лишь несколько верующих человек, а именно 12, которые были крещены крещением Иоанновым. И когда он пришел, он обнаружил, что они даже не имеют познания о том, кто такой Дух Святой. И тогда он возложил на них руки, они приняли Духа Святого. И с этого момента движение евангельское, распространение евангельской вести было таким стремительным, что буквально за два года активной проповеди Евангелия в этой части света, церковь Ефеси достигла количества приблизительно 150 тысяч человек. Это был уникальный рост, удивительный рост, удивительное движение, распространение. Источники также говорят, практически не осталось ни одной семьи и ни одного дома в той части света, где не знали бы, кто такой Иисус Христос, не знали бы его учения, что он умер и воскрес, и не знали бы о вере в Иисуса Христа. Не было такого дома. Церковь Ефеси была очень удивительной. Она была стремительно растущей, она была очень активной, она ради Господа трудилась и не изнемогала. Но когда апостол Павел, он пишет свое послание к этим людям, вдруг он касается такой сферы и использует такие интересные слова, которые, в принципе, меня всегда очень сильно интересовали. Потому что сам термин «величие Божьего могущества» фактически это то, что принадлежит нашему Богу. Бог великий и Бог могущественный. Но почему-то апостол Павел, говоря или записывая это послание к верующим в Ефеси, он пишет следующие слова, 19 стих «Безмерно величие могущества Его в нас». Божье могущество в нас, верующих по действию державной силы Его. И оказывается, несмотря на то, что Божье могущество может находиться внутри верующих людей, в сердцах верующих людей, оно может быть, так сказать, неактивированным или неиспользованным ни в жизни, ни в благочестии этих людей. И что происходит тогда? Библия говорит, что Бог хочет, чтобы мы ходили в полноте того, кем из себя является Иисус для нас, в полноте Его благословений, в полноте всего того, что Бог задумал о своих детях, что Бог имеет в своих планах. И когда верующие люди не имеют откровения о том, что они носят в себе, конечно же, тогда их жизнь, их служение, их свидетельства, их молитвы, эффективность и результативность всего того, что они делают, будет неполной. То есть не на том уровне, на котором Бог хотел бы видеть свою церковь. И поэтому для меня эти фразы, когда апостол Павел говорит, что я благодарю Бога, чтобы Он даровал вам духа премудрости и откровение к познанию Его, это значит, что несмотря на то, что верующие люди могут иметь богатство славного наследия Божьего, люди могут иметь величие Божьего могущества, они могут ходить с этим, они могут жить с этим, они могут находиться в этом, но в их жизни проявление, проявление славного богатства Христова, проявление Божьего могущества в жизни этих людей не будет таким полным, недостаточным. Мне вспоминается, как Кеннет Хейген, учитель Библии, однажды описал свое состояние, насколько сильно повлияла на него эта молитва апостола Павла. Познакомившись однажды с молитвой апостола Павла в отношении духа премудрости и откровения, он сказал, что я фактически ежедневно молился этими словами о том, чтобы Бог даровал мне духа премудрости и откровения к познанию его. И в какой-то момент он свидетельствует, что эта молитва, она была буквально отвечена, и действие или проявление духа премудрости и откровения начало приходить в его жизнь, и это повлияло на его проповедь, это повлияло на его служение, это повлияло на то, что однажды был организован центр, библейский центр, где проповедовалось и училось послание Божье, вера и чудеса, и исцеление. Он сказал, что молитва об этом действии Святого Духа коренным образом изменила весь подход его к христианству, к жизни. Настолько сильно это повлияло на его жизнь. И я убежден, что когда приходит откровение, откровение о том, кто мы такие в Иисусе Христе, откровение о том, что мы получили и что имеем, но еще, что немаловажно, о том, как все это использовать. Когда все это приходит в нашу жизнь, мы начинаем действовать в полноте того, что Бог ожидает от нас. И я хотел бы вдохновить вас не переключаться, продолжать вместе с нами. Мы увидимся через несколько мгновений. Дорогие друзья, наши партнеры, драгоценные партнеры служения силы слова. Бог да благословит вас. Вещание этой программы стало возможно благодаря вашей щедрой поддержке. Пусть Господь обильно благословит в ваших даяниях, в вашей вере, в вашем посвящении. Я верю, что Бог будет обильным, уникальным образом благословлять каждого, кто принимает участие в распространении Евангелия. Я также обращаюсь к тем, кто хочет стать нашим партнером. Если вы хотите стать партнером служения силы слова, напишите по номеру, который вы сейчас увидите на ваших экранах. И мы дадим вам хорошую информацию о том, как стать партнером служения силы слова. Бог да благословит всех вас. Аминь. Вы также можете пожертвовать ваши финансы на нашем сайте octau.church в разделе «Пожертвование», указав номер вашей карты, дату и трехзначный код вашей карты на обратной стороне, выбрав необходимую сумму для пожертвования и нажав «Оплатить». Служение силы слова благодарит всех наших партнеров за участие в этом важном служении.